Рыба Рыба ищет по какой-то давней привычке, нежели действительно в охотку Девочка, маленькая и тоненькая, без особого труда пряталась за деревом Но страх, куда спрячешься от него Липкий и цепкий хватал он прямо за душу и не желал отпускать А рыба все плавала и плавала Совсем рядом Надо вспомнить, как учила бабушка Но легко сказать и совсем не легко сделать Девочка села, опершись спиной о холодный ствол бледного дерева Ей хотелось заплакать, но делать этого как раз не стоило Рыба глуха, но остро чует она реализованные человечьи эманации Я не здесь, я далеко шептала про себя девочкой, это не я Я это не я, я та, кого не видит рыба Сначала не происходило ничего, но затем девочка увидела, как пространство бледного леса вокруг нее Обрастает призрачным кубическим силуэтом Он становился все более и более реальным Неожиданно мимо проплыла рыба Зависла на мгновение над девочкой, но тут же устала, махнув хвостом, поплыла дальше Не увидев и не почуяв ее А силуэт превращался в комнату, большую, полутемную и холодную комнату И чем реальней становилась она, тем иллюзорнее был бледный лес и рыба И страх понемногу отступал, оставляя лишь холодные следы в сознании Девочка оказалась за большим деревянным столом посреди комнаты Стол показался ей красивым, но был отвратителен Как и все остальное в комнате, наполненной злобой, страхом и самообманом И даже удобное кожаное кресло, на котором сидела девочка, будто бы угрюмо молчала под ней В комнату вошел человек, смешной человек с рыжими усами Он медленно подошел к столу и осторожно посмотрел на девочку Прокашлялся и тихо сказал «Владимир Владимирович, как насчет заявления паруснефти?» Промолчал и немного добавил «Вы просили зайти?» Девочка испугалась «Нет, это был не тот страх, что преследовал ее в лесу Это была неуверенность и боязнь, что ее прогонят Дяденька, я вас не знаю, — тихо сказала девочка смешному человеку Знаю только, что ваше имя Песков Смешной человек внимательно и немного устало слушал девочку И почему-то совсем не удивлялся появлению незваной гости Лишь пристально разглядывал ее руки и покусывал губу «Я тут посижу немного и уйду!» — жалобно продолжила девочка «Я просто подожду, пока рыба уплывет, а бледный лес закончит проявляться Дяденька, не выгоняйте меня, пожалуйста!» Смешной человек вздохнул, покосился на часы и тихо пробормотал «Я попозже зайду, отдыхайте, Владимир Владимирович!» После чего вышел из комнаты, тихонько притворив дверь Девочка успела заметить, что за дверью все так же виднелся бледный лес А значит, где-то среди его деревьев по-прежнему плавала рыба Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok